Матч с Дротсом. Насколько он для меня важен. У тебя квартира инкубатор, короче. Это сказка. Ну, вообще сейчас не до шуток. Почему мы все-таки проиграли и что произошло с нами? Рейнджеры, всем привет! Настал тот день. Первая игра МКС. Это Дротс. Мы только что проснулись с Амиром. Сейчас я вас с ним познакомлю. Пойдем позавтракаем вместе с вами. И уже будем выезжать. Я покажу вам полностью день вот с этой камеры. Раздевалку, возможно. Остальные все кадры вы увидите на канале Ромы, на канале Дротсов. У меня лично какие-то мои эмоции, впечатления. Возможно, с кем-то познакомлю вас. И просто покажу глазами себя, глазами человека, который во всей этой движухе будет находиться. Вот так. Сейчас идем завтракать. Дот го. Так, ребят, завтрак стоит 750 рублей. Напишите в комменты, отдали бы вы за завтрак шведский стол. За одного, за одного, ребят. За одного человека. А, ну и, конечно, покажем, как нужно питаться перед матчем. У нас 30 минут на завтрак, потому что мы поздно проснулись. Я вам просто покажу вот так, что вот есть. Ну, вот это мне. Вот куриные беточки. Все, вот так вот сейчас я открою камеру, и вы уже увидите, что у меня в тарелке. Вот завтрак, ребят. Игра у нас 21-0-0, поэтому можно позволить себе плотный завтрак. Ну, вот это можете не смотреть, сразу выбирайте. Все, раньше мы поедем, отправляемся в номер. Амир. О, на лифте могу. На кей пока парень, 40 раз. Очень заряженная игра, ребят. Сегодня будет очень стильная, интересная игра. Ам, ну смотри, ты один из самых опытных игроков в команде, со школой, плюс еще тренер. Мне кажется, что от тебя нужна на поле не только хорошая игра, но и подсказ. Не, ну, подсказ-то будет в любом случае, никакой пеханины. Все, мы заправляем кровать, сдаем номер. Матч с Тудроц, насколько он для меня важен? Если честно, очень, потому что я давно готовился к этому событию. Я надеюсь, что мне выделят хотя бы 20-10 минут. Я буду биться и рвать за вот этот клуб. Пацаны, ровно час до выезда. Мы собрались у Рома Роя в квартире. Он очень доброжелюбный, дружелюбный, правильно? Правильно. У тебя квартира инкубатор, короче. Да капец, у меня просто реально сейчас охереют. И те, кто сдавал, подумают, что реально все здесь живут, блядь, сумок дохерища. Все, ребят, мы в автобусе. И теперь уже точно не до шуток. Я буду настраиваться, надену наушники и поедем уже в бой. Да, воно. Да, да, да. Настрой бешеный. Это место, куда, наверное, стремятся все футболисты. Академия Локомотива, тут манеж. И знаете, и мандраж начинается, и... Ну, вообще сейчас не до шуток. Очень хочется показать себя. Понимаешь, насколько это серьезно. Какая-то сказка. Это просто сказка. Не передайте ощущения, когда ты выходишь на поле. Сегодня должны показать, для чего мы тут вообще собрались с командой. Так, друзья, ну что, заждались вы главного своего кубка. Каждый из вас должен быть готов. Каждую минуту в любое может выйти. Подсказ только рабочий. Не надо никого учить. Не надо никому рассказывать, что ты там сделал, куда ты побежал. Тем более... Судьями не разговаривает, тем более с соперниками. Что бы они ни делали, как бы ни провоцировали. Каждый эпизод доигрываем до конца. Все время смотрите по передаче, где-то отскочили. Постараться побыстрее, повнимательнее. Играйте в футбол, не держите. В любой ситуации мы должны как-то все время освежать, стараться освежать игру. Повнимательнее, построже. Отдать все силы. Давайте, всем удачи. Готовимся. Все, ребят, поехали. Сейчас я откомментирую свои моменты и какие-то фрагменты матча. Первый момент, после которого меня выпустили на поле, это фолк последней надежды от нашего стального защитника Сереги Коваленко. Да, провалились немного. Да, человек выходил один на один. Но, наверное, не стоило удаляться. Это чистое удаление. После этого, после этого, как раз-таки я появляюсь на поле. Игорь Васильевич говорит мне, иди сюда, выходишь с центральным защитником. Чтобы вы понимали, ребят, могу сыграть на любой позиции на поле, кроме центрального защитника, ну и вратаря, конечно. То есть, это моя самая нелюбимая позиция. Я не знаю, как играть. Я не понимал, у нас два защитника центральных. Должен ли я держать вот этого нападающего или не должен его держать. Первый момент. Эйтан отдает передачу в штрафную. Там борется игрок Дудрос. И он прошел у нас двоих. И чуть не забил гол. Аут. Эйтан принимает мяч. И тут тоже я. Видите, я поднимаю руки, что я фолить нельзя. И тут он хорошо разворачивает. И через двоих отдает пас пяткой. Тоже минусик можно ставить. Ну, позицию я не понимал. Я играю. Чтобы вы понимали, я не выключился из игры. Играю, мяч вылетает. И посмотрите, меня оттолкает краб локтем. То есть, это просто видно, что он рукой меня подталкивает. То есть, по инерции я задеваю мяч рукой. Я хотел грудью. И судья ставит штрафной. Далее. Хороший пас от Сани Ковуля на Кутуза. И тут, опять же, из-за того, что я не понимаю немного своей позиции. Крайний защитник должен был с ним играть. Или я. При этом, вы понимаете психологически. И я себя немножко так горю. И не понимаю, как играть. Но я дорабатываю. Посмотрите, я добегаю. И вот этот проникающий пас от Крапа, на самом деле, я читал. Я думаю, что я бы успел к нему. Даже если бы там не подскользнулся пацан. Идет подача. Идет подача. И я проиграю борьбу Кутуза. То есть, момент за моментом я неправильно выбираю позицию. И так далее. Вот момент за моментом. Вот эти первые 5-8 минут. Действительно, казалось, что я поплыл. Дальше опять идет подача. И тут опять из-под меня бьют. Но тут на угловом, я думаю, с каждым могло это случиться. И вот этот момент, ребят, смотрите. Потому что он стоит особого внимания. Тут нашему игроку сейчас сломают нос. Идет свеча. И борьба. Борьба, борьба. Прыжок. И вот тут Прокоп выставляет локоть или чем он, или рукой. После этого момента я подхожу к Васильевичу. И прошу его меня сместить немного выше. Говорю, что я не могу в ЦЗ. Мне некомфортно играть. А он мне говорит, нет, играй. Потому что некому играть. Жека Зуев просит тренера, чтобы я сыграл выше. А Фил Минаков опустился на ЦЗ. Что мы и сделали. У меня сразу появляется момент. Вот тут я зарабатываю штрафной. Опасный штрафной для команды. Но вы видите, как дротцы играют. Они сразу влетают в подкаты. Играют грубо. Штрафной, к сожалению, не получается. Хотя тоже хороший шанс был для того, чтобы забить. Следующий момент. В центре поля я получаю мяч, отыгрываюсь. Дальше Артур хорошо пробаривается. Снова дает мне пас. И я отыгрываюсь. И с подборьбы отдаю мяч. То есть вы видите, да? Я переместился на позицию центрального полузащитника. Чуть ближе к атаке. ЦАП может быть. И сразу стало меньше ошибок, меньше потерь. На правом фланге Ау кидает Миша. Мне переводят мяч. Я его себе подрабатываю. Бегу. Отдаю передачу. И опять посмотрите, как жестко играют. Игроки Тудрос, Яруш в подкате. За это даже желтого не дали. Хотя, ну может быть, это было непреднамеренно. Но это было грубо. Это было грубо. Следующий момент. Заброс от нашего игрока. Тудрос играет первый на мяче. И вот тут. Вот тут хороший обыгрыш. Тут я хорошо ставлю корпус. Посмотрите, я ставлю корпус Ярушу. Продлеваю себе мяч. И единственное. Вот эти длинные ноги Сани Борника. Немножко не получилось между ног дать. Так, следующий момент. Вот тут поподробнее давайте. Получаю мяч в центре. Принимаю. Пытаюсь развернуться. Не вижу, что сзади игрок. Но тут раз игрок. Два игрок. Падают. Четыре. Просто четверых. Из-за четверых я вышел. В этой ситуации я с собой доволен. Идет навес. И я пытаюсь побороться. Борюсь с Джуси Кипером. Если честно, не понял, что там было. И я извинился, но я не понял, что там было. Смотрим дальше. Опять на правом фланге. Фил мне хорошую передачу отдает в центре. Я отыгрываюсь с Амиром. Играем на третьем. Вот тут Рома бы зацепился немножко получше. И мы бы вышли. Снова правый фланг. Кручу головой. Отыгрываю Амиру. И сам немного открываюсь. Прошу, чтобы он мне дал пас. И тут сейчас будет борьба. В борьбе я иду на Саню Коволя. Выигрываю этот мяч. Что-то отскоки какие-то. И мяч остается все-таки у меня. Я смотрю по сторонам. Понимаю, что не могу пойти вперед. Поэтому отдаю назад. Но посмотрите как, ребят. Я отдал Робоной. Ну, присыпал, короче. И потом последовал навес. Чуть-чуть, чуть-чуть бы посильнее или поточнее. И могла быть опасная атака. Следующий момент. Тут подача, подача. Я не достаю до мяча. Тоже немного не хватает в точности передачи. Если бы она была, то было бы отлично. Посмотрите, это, по-моему, одна из последних атак. Я, посмотрите, я просто один. Хороший вырезать натальнюю штангу. И я заблю. И 21 номер Ваня Мирошин. Это можно сделать. Он реально это может сделать. И давайте посмотрим, что было. Ну, честно. Вот плохая передача была. Немножко понежнее, навесушку. Я, я, я бы замкнул. Все, это был последний момент. Свисток. И поражение. Первое поражение на турнире. В первой же игре. Тут дротц. Ну, то есть, вот тут у меня, да, сейчас мурашки пошли. Рома очень-очень сильную речь сказал. Я его таким никогда не видел. И сейчас мы должны вдвойне, втройне, в сто раз лучше играть. Давайте теперь поговорим, почему мы все-таки проиграли и что произошло с нами. Первая причина лично для меня, это самоотдача. У нас каждый выкладывался, я не могу с этим спорить, но тут дротц, команда, хотела как будто этого больше и вырывала на каждом участке поля. И мы проиграли в первую очередь, наверное, в наглости. Вторая причина, это просто невезение. У нас было много моментов. Вы можете посмотреть на канале Ромы, на канале Дротов, если это будет в обзоре, то есть, все ссылки будут внизу. Просто переходите, посмотрите матч, и вы поймете, что просто дротцам везло, а нам нет. Ну, то есть, они забили свои моменты, а мы не забили свои моменты. Также, мне кажется, что сказалось, и еще не полная сыгранность, мы не играли ни одного матча в формате 11 на 11 нашей командой. Поэтому, возможно, это тоже сказалось. Дроты готовились, дроты играли с матч ТВ. И судейские решения, конечно, тоже повлияли, мне кажется. У нас удаление, ладно, удаление, окей. Сломан у человека нос, пацаны грубо играют, и судья, он не порицает это. То есть, нет никаких желтых карточек, не было каких-то разговоров, что играйте аккуратнее. У нас с дротами получился, ну, реально огненный матч по эмоциям, по накалам. Ну, немножко нам не хватило, то есть, сантиметра, дюйма, а в футболе это очень важно. В футболе важна каждая мелочь. И вот этих мелочей у нас набралось меньше, и поэтому дроты были в этом матче сильнее. Победа, я считаю, что заслуженная. То есть, нет такого, что, блин, мы точно должны были выигрывать. Но, конечно, очень обидно. Еще раз повторю, судейские решения, везение и неполная сыгранность. Также, конечно, где-то мы выпадали по схеме. То есть, у пацанов была схема 4-3-3, а у нас была 4-4-2. И вот одного нападающего нам не хватало, который беспускался. Это мое мнение, и я думаю, что в следующий матч получится лучше. У нас сильная боевая команда, мы сейчас единый организм. То есть, пацаны все красавцы. Я им говорю огромное спасибо, у меня мурашки идут, у меня мурашки шли после матча. Спасибо огромное, кто нас поддерживает. Просто, ребят, вот это летит вам. Мы уже продолжаем готовиться к матчу с Амкалом. Выводы мы сделали, будем работать. Я сделал для себя выводы. Всем спасибо за просмотр. Если ждете следующий выпуск такого формата, то обязательно пишите, ставьте лайки, поддерживайте. Поддержка нужна. Ну, а мы же продолжаем готовиться к матчу с Амкалом. И нам нужна победа, только победа. Всем спасибо, до новых встреч. Ребят, да, я не сказал важный момент, на мой взгляд. Пацаны из Тудрос, вам большой респект. Негатива не было. Все пацаны пожелали удачи, отбили петюлю. И этот видос, это не оправдание к поражению. Это не оправдание, пацаны. Я признаю поражение, просто я указал именно, на мой взгляд, причины этого поражения. Всем спасибо, всех люблю. Всем до новых встреч. Ждите матч с Амкалом.